Привет всем, с вами Кик. И в сегодняшнем выпуске вас ждет SpaceX, которая сумела не взорвать очередной старшип SN15 и благополучно посадила корабль. IBM, представившая первую в мире технологию двухнанометрового производства чипов. Реальный выдвигающийся световой меч джедаев от самой Дисней. ОППО, которая готовится к выпуску собственных автомобилей и очень плотно общается с Теслой. И падающая неуправляемая китайская ракета, которая всколыхнула весь мир. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Друзья, майские праздники в самом разгаре, а погода так и кричит. Хватит сидеть дома, выходите, гуляйте, катайтесь и наслаждайтесь жизнью со своими близкими и родными. Кстати, и для самых маленьких из них у нас сюрприз. К нам подъехал безопасный электросамокат от компании Segway Ninebot. E-Kick Scooter E8, который предназначен именно для детей в возрасте от 6 до 13. В комплектацию входят зарядное устройство с кабелем, конечно же инструкция и шестигранный ключ для сборки самоката. Собирается он моментально, а благодаря алюминиевому сплаву с матовым покрытием весит всего-то 8 килограмм. Тройная система торможения, ручной электрические и ножной механические тормоза делают этот самокат одним из самых безопасных на рынке. Три режима езды, среди которых есть безопасный. При желании можно ограничить скорость до 10 километров в час, пока ребенок не научится управлять самокатом в полной мере. На рулевой стойке есть рукоятки, покрытые нескользящим материалом. Электросамокат оснащен системой амортизации, которая гасит вибрации и позволяет ребенку без дискомфорта кататься даже по неровным поверхностям. Встроенный аккумулятор емкостью 2550 миллиампер часов заряжается за 4 часа и держит заряд на протяжении 10 километров. А о том, сколько осталось заряда, можно увидеть в светодиодном индикаторе. Самокат очень легко складывается, всего-то за 3 секунды и занимает минимум места. Нашему юному обзорщику он очень понравился. Переходите по ссылке у нас в описании, чтобы увидеть все подробности. На этой неделе прототип будущего межпланетного космического корабля «Старший» под компанией SpaceX совершил полный цикл летных испытаний и на этот раз удачно приземлился без значимых происшествий. То есть не взорвался ко всем чертям. Как вы наверняка помните, ранее все 4 летных испытания заканчивались катастрофой и полной, как говорил сам Маск, «незапланированной разборкой» полноразмерных 50-метровых прототипов. Удачный полет совершил макет под номером SN15, в который были внесены сотни технических правок по сравнению с предыдущим прототипом SN11. SN15 использовал для взлета и маневрирования традиционную для прототипов схему с тремя двигателями «Рептор». В ходе испытания и выведения прототипа на заданную 10-километровую высоту двигатели последовательно отключались. Затем корабль развернулся в горизонтальное положение и стал снижаться под действием силы тяжести. Контролируемая компьютером и системой аэродинамических закрылков падения прототипа Starship привело к точному выведению SN15 в точку запланированной посадки. Приближаясь к земле, два «Рептор» снова были запущены и, совершив маневр переворота в вертикальное положение, обеспечили плавную посадку. При посадке в одном из двигателей возник пожар, который был за несколько минут ликвидирован роботизированной системой пожаротушения. В официальном пресс-релизе SpaceX заявлено, что успешное испытание SN15 становится очередным шагом на пути создания транспортного средства для доставки людей на Луну и Марс. В планы основателя SpaceX Илона Маска входит создание на базе Starship космического корабля, способного разместить до 100 космических колонистов. Ну а о ракетах, да еще и о падающих, мы еще поговорим. А пока давайте посмотрим, что же творится на матушке Земле. О существенном прорыве в области создания микросхем сообщила компания IBM, разработавшая двухнанометровую технологию производства чипов, обеспечивающую существенный прирост производительности при снижении потребления энергии. Современное развитие облачных технологий, использование искусственного интеллекта и интернета вещей требует внедрения все более энергоэффективных и производительных процессоров. Удовлетворить этот спрос поможет двухнанометровая технология, разработанная инженерами IBM. По заявлению компании, новые двухнанометровые процессоры будут на 45% производительными или на 75% более энергоэффективными, чем чипы, создающиеся на базе 7-нанометрового техпроцесса. Среди возможных преимуществ внедрения инновационного двухнанометрового техпроцесса разработчики IBM отмечают резкий рост времени автономной работы мобильной техники, что позволит подзаряжать смартфоны один раз в 4 дня. Центры обработки данных, выбросы углерода, от которых составляют 1% мирового углеродного следа, резко снизят генерацию экологически вредных веществ. Также будут более функциональными и компактные портативные компьютеры. Увеличится эффективность обнаружения объектов. И ускорится реакция в компьютерных системах, используемых в автопилотах, устанавливаемых в автономных транспортных средствах. По заверению разработчиков из IBM, использование двухнанометрового техпроцесса позволит размещать на площади размером с человеческий ноготь до 50 миллиардов транзисторов. На сегодня не объявлены сроки коммерческого внедрения созданной технологии. Компания Disney показала работающий прототип светового меча джедаев, который выдвигается и прячется по одному нажатию пользователя на управляющую кнопку. Кроме короткого видеоролика, Disney не предоставила никаких технических характеристик светового меча. Поэтому любителям вселенной «Звездных войн» придется подождать еще около года, чтобы получить возможность изучить искусство владения световым мечом, как говорится в рекламе Star Wars Galactic Starcruiser. Посетители парка развлечений проведут двое суток в атмосфере, максимально приближенной ко вселенной, созданной в эпопее «Звездных войн». Однако поклонники космической саги не привыкли пассивно ожидать и создали 3D-симуляцию, в которой описан предполагаемый механизм работы таинственного меча джедаев, показанного на Тизе Редисной. Мультипликационная динамическая 3D-схема работы светового меча размещена в Twitter пользователям с ником BenRedout, под которым скрывается разработчик виртуальной реальности BenRedout. В описании к видео сказано, что в мече может быть использован принцип работы стандартной измерительной рулетки со стальным полотном, способным изгибаться и прятаться в корпусе. Пользователь предположил, что инженеры Дисней могли бы разместить две рулетки, так чтобы их полотно выдвигалось тыльной стороной друг к другу. Верхушки полотна рулеток соединены полусферическим колпачком, к которому по центру подсоединена LED-лента. Вместо стальных полотен в световом мече Дисней может быть выбран полупрозрачный пластик, пропускающий свет от светодиодов. Плоскость полотна изогнута и при объединении формирует круглое сечение. Таким образом, внутри FS находятся три катушки – две для полотна лезвия и одна для светодиодной ленты, а также, по предположению, редаута – аккумулятор, миниатюрный электродвигатель и электроника, управляющая процессом выдвижения и втягивания лезвия. Насколько предположение дизайнера оказалось верным, сообщество поклонников «Звездных войн» узнает только в 2022 году после запуска в работу проекта Star Wars Galactic Star Cruiser. Тем временем, после многочисленных обзоров новинки компании Apple, трекера AirTag, до устройства добрался потрошитель техножелеза Зак Нельсон. Он проверил гаджет на сопротивление царапанию и оценил внутренний мир трекера. Испытание царапанием поверхности трекера предметами с различной твердостью по шкале MOAS подтвердило ранее выявленный другими блогерами недостаток – устройство легко царапается даже сравнительно мягкими материалами. Блестящая поверхность AirTag была поцарапана предметом с твердостью 3 по шкале MOAS. Однако этот недостаток, по мнению Нельсона, относится к материалу покрытия, а не к самому материалу крышки корпуса из нержавейки. Задняя белая пластиковая поверхность легко маскирует царапины. На следующем этапе Зак разобрал корпус AirTag и достал батарейку от компании Panasonic, которую можно заменить на аккумулятор. Однако затем процесс разборки устройства оказался не таким уж и простым. Защитная крышка микросхемы была надежно закреплена. Этот момент был обоснован Нельсоном как необходимая мера для обеспечения влагозащиты по стандарту IP67. Извлекая плату из корпуса AirTag, специалист случайно порвал два медных провода, соединяющих магнитную катушку динамика с платой. Нельсон указал на изящную конфигурацию платы, содержащую блок Bluetooth, NFC и модуль сверхширокополосной связи UWB, позволяющий определить точные координаты гаджета. На завершающей стадии эксперимента Зак Нельсон сравнил систему поиска утраченной вещи с системой SkyNet из терминатора и указал на простоту подключения устройства к системе. В последнее время часто появляются известия о том, что производители смартфонов стремятся выйти на авторынок. Как сообщают источники, компания Oppo тоже намеревается создавать собственные автомобили. Согласно сообщению, генеральный директор и основатель китайского технологического гиганта Тони Чен возглавит этот проект. Его компания провела последние пару недель исследуя ресурсы, нанимая таланты из отрасли и в целом тестируя жизнеспособность проекта. Человек, близкий к высокопоставленному чиновнику в Oppo, тоже заявил, что в настоящее время компания проводит только исследования и обсуждения по производству автомобилей, но еще не учредила проект официально. И интересно, что Тони Чен даже встречался с представителями Tesla и производителем аккумуляторов Cattle в течение последних двух недель. Кроме того, говорят, что вице-президент по разработке программного обеспечения Oppo общался с кандидатами на должности, которые связаны с беспилотным вождением. Ну а пока Oppo только стремится ворваться в автомобильную индустрию, один из гигантов рынка, компания Toyota, продолжает осуществлять проект по разработке электрифицированных аккумуляторов автомобилей с нулевым уровнем выбросов. На автошоу в Шанхае автогигант представил новый концепт Toyota BZ4X, первую модель из глобальной серии электромобилей с аккумуляторной батареей, которые будут представлены под маркой Toyota Beyond Zero. Элегантный внедорожник Toyota BZ4X BEV будет оснащен полным приводом. Концепт внедорожника Toyota BZ4X, разработанный совместно с Subaru, создан на новой платформе ETNGA BEV. Новинка объединяет высокое качество, долговечность и надежность Toyota в интеграции с функциональными возможностями полного привода Subaru. На мероприятиях автосалона «Авто Шанхай» не были расшифрованы подробные технические параметры концептуальной модели Toyota BZ4X. Однако из видеорекламы можно сделать вывод, что автомобиль получит электронную систему управления с цифровой водительской панелью, центральный дисплей с большой диагональю, а также штурвал вместо рулевого колеса. Компания Toyota планирует производить Toyota BZ4X в Японии и Китае. В продажу эта модель должна попасть уже к середине 2022 года. Всего Toyota планирует выпустить 15 аккумуляторных автомобилей класса BEV. Под маркой Toyota BZ будет выпущено 7 моделей. А вот финская компания Trombia Technologies начала пилотные испытания уличного робота-пылесоса Trombia Free в Хельсинки. Робот передвигается в автономном режиме по прогулочному маршруту Баана, а по ночам убирается и в других районах города. В зависимости от установленной батареи Trombia Free может работать 8,5 или 17 часов на одной зарядке в режиме обычной уборки, а также 4,8 часов, соответственно, в режиме повышенной мощности. Производитель планирует начать продажу Trombia Free для Норвегии и Германии летом этого года. А поставка первых серийных роботов покупателям намечена на 2022 год. Стоимость робота не уточняется. И о падающих ракетах. Государственная корпорация Роскосмос обнародовала свежие данные о ситуации вокруг неуправляемого схода с околоземной орбиты второй ступени китайской тяжелой ракеты Чанчжен-5. Носитель был запущен 29 апреля нынешнего года. Он вывел на орбиту базовый модуль под названием «Млечный» — путь будущей китайской космической станции. Падающая ступень ракеты не имеет средств активного маневрирования, из-за чего осуществляет неуправляемый сход. По данным Роскосмоса, часть конструкции ступени прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. Согласно расчетам, объект может войти в атмосферу Земли уже сегодня над Тихим океаном. Возможная область падения ступени охватывает экваториальную и тропическую зоны планеты. России обломки ракеты не угрожают. По расчетам, ракета упадет в Атлантическом океане в районе Карибского бассейна. Между тем, Соединенные Штаты сделали заявление по поводу падения китайской ракеты. И на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что провели это время с нами. Не жалейте лайков, активно подписывайтесь и, конечно, помните о том, что нужно звонить в колокол, чтобы не пропускать наши выпуски. А также присоединяйтесь к нашей инсте с самым крутым техноконтентом и телеге с самыми быстрыми новостями. Кстати, мы есть в ТикТок. Заходите, вас ждут уникальные кадры с нашего бэкстейджа. Увидимся очень скоро. Пока.